МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы узнаете в подробности. О страшной находке на свалке, о пожаре в гостинице на улице Гоголя. Где сорвался мужчина с обрыва? О новом парке в Сусехе, о достойном результате анавских спортсменов на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою и не только об этом. На свалке под Темрюком в Краснодарском крае было обнаружено тело новорожденного мальчика. Согласно предварительным данным, ребенку было не больше пяти дней. Тело младенца было найдено на свалке, которая находится около станицы Голубицкая, в 10 километрах от Темрюка. Предварительный осмотр тела показал, что мальчик родился недоношенным. Кроме того, на трупе уже начали проступать гнилостные изменения. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и оперативно-следственная группа. По факту обнаружения мертвого младенца было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, ребенка на свалку привез мусоровоз из Анапы. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Также выясняется личность родителей погибшего малыша. В Анапе вечером 12 сентября загорелась гостиница на улице Гоголя. Информация о пожаре поступила диспетчеру в 17.05. Спустя минуту на вызов направились подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели прибыли на место в 17.12 и выяснили, что горит здание на территории частной гостиницы. Площадь пожара 70 квадратных метров. Через 10 минут пожарным удалось восстановить распространение огня, а в 17.53 полностью ликвидировать. В тушении участвовали 9 человек и 3 спецмашины. Из гостиницы эвакуировали 25 человек. Еще пятерым потребовалась помощь спасателей, чтобы покинуть горящее здание. Пострадавших в пожаре нет, сообщили 12 сентября в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Мужчина сорвался с обрыва под Анапой. 13 сентября спасателям поступило сообщение о том, что в районе Лысой горы под Анапой мужчина сорвался с обрыва. На место прибыли специалисты службы спасения и Кубань спас. Спасатели эвакуировали пострадавшего в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи, сообщается на странице службы спасения Анапы в Инстаграм. В Анапе на базе отдыха произошло возгорание. Первоначально вызов пришел на адрес гостевой проезд. Но на месте уже удалось уточнить, что горит второй этаж гостевого домика на базе отдыха «Заря» на Пионерском проспекте 223. Огонь охватил второй этаж здания. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В 11.06 возгорание потушили. В доме проживали пятеро рабочих, которые успели эвакуироваться до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются. Другим новостям. В Анапе появится парк с амфитеатром и спортплощадкой. Новый парк в селе Субцех будет занимать площадь более 1 гектара. Для него уже разработали проектно-сметную документацию. В парке обустроят игровую зону для детей, зону отдыха с амфитеатром, территорию для занятий спортом. К строительству приступят в этом году. Место, где он будет располагаться, и эскизы 10 сентября осмотрели мэр Анапы Василий Швец, депутат Госдумы и председатель Совета города-курорта Леонид Красноруцкий. Кроме того, в Субцехе начали проектировать дом культуры. Планируется, что проект будет участвовать в федеральных программах. 13 сентября 1937 года было принято постановление в ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В состав края включили 13 городов, 71 район и Адыгейскую автономную область. Азово-Черноморский край, как административная единица СССР, существовал с 10 января 1934 года по 13 сентября 1937 года. Затем субъект разделили на Краснодарский край с центром в Краснодаре и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. В 1991 году Адыгейская автономная область, входящая в край, вышла из его состава и была преобразована в Республику Адыгея. Территория края включает части территорий, занимаемых до революции Кубанской областью и Черноморской губернией. В настоящее время в состав Краснодарского края входят 38 районов, 26 городов, из них 15 краевого и 11 районного подчинения, 21 поселок городского типа, 389 сельских административных округов, объединяющих 1717 сельских населенных пунктов. Короткая учебная неделя началась у школьников в Кубани, она продлится всего 4 дня, до четверга. Напомним, что на территории образовательных учреждений развернутся избирательные участки. Здесь пройдут выборы депутатов Госдумы Российской Федерации. Отметим, что 20 числа в школах пройдет обязательная дезинфекция. Занятия в этот день будут отменены. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Анафские спортсмены собрали очередной урожай медалей. С 5 по 10 сентября в Витязево прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек-юниоров и юниорок в рамках открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. Отличные результаты продемонстрировали спортсмены Анапской детско-юношеской спортивной школы номер 4. На первом месте Александр Мажерин и Елизавета Савина. На втором София Мишенина, Даниил Мосьпан и Константин Кабесов. На третьем Владислав Суворов. По итогам соревнований они прошли отбор на первенство России 2022 года. Занимаются спортсмены под руководством тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы номер 4 Александра Толовского. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Ресторан грузинской кухни «Старая мельница» – это островок грузинского радушия в Анапе. Вкусная еда, уютная атмосфера с живой музыкой, открытая терраса, детская игровая комната с аниматорами, а также банкетный зал, который вмещает до 140 человек. «Старая мельница» – все по-новому. Город Анапа. Улица Северная 3Г. Телефон плюс семь девятьсот восемьдесят восемь триста тридцать три восемьдесят восемь ноль один. Далее прогноз погоды. В городских подробностях спонсор прогноза погоды – океанариум в парке «30-летие Победы». В Анапе тоннельный океанариум, расположенный в самом центре города, в парке «30-летие Победы», без сомнения является одной из визитных карточек курорта. После реконструкции океанариума наконец-то был запущен полуторатонник. Он был готов еще в прошлом году. Тогда его и планировалось запустить. Но помешала пандемия. Никто не знал, будет работать океанариум или нет. Ведь обитателей нужно было приобретать заранее весной. Но весной действовал запрет на выставочную деятельность. А содержать морские замкнутые системы больших мощностей – дело, мягко говоря, затратное. Отсюда и было принято решение запустить «15-летие Тонник» в 2021 году. И он был запущен. Сегодня все жители и гости курорта здесь могут увидеть огромных скатов – хвостоколов, горбулевых, кефалевых. Хочется отметить, что океанариум в парке «30-летие Победы» единственный имеет свое собственное капитальное здание. И построено оно именно как океанариум. Изюминкой тоннеля являются два танка – тоннельный океанариум и панорамный. Войдя в них, можно наблюдать за поведением морских обитателей в воде. От проплывающих над головой акул, скатов, гигантских осетров посетителей отделяют лишь стеклянные стенки. Многообразие представителей глубин, целеустремленность мощных хищников будоражит воображение. Еще одно уникальное явление можно увидеть только здесь. Редкий симбиоз мирного совместного проживания ласточки-монарха с двумя рифовыми акулами, которая в дикой природе является пищей для акул в Красноморе. А секрет их мирного проживания заключается в том, что ласточка-монарха была запущена в аквариум первой, а акулы относятся к ней с уважением. Питаются кормом, а ласточка тем, что остается от них. Познавательная прогулка в океанариум в парке 30-летие Победы принесет массу удовольствия и даст возможность увидеть вблизи морских животных. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39-го. Во вторник, 14 сентября, нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Влажность воздуха составит 72%. Ветер подует с юга-запада со скоростью 3 метра в секунду. Порывы до 6 возможной осадки. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин